В канун Дня города студию Радио Лема посетил мэр города Владивостока Константин Шестаков. Говорили о международных мероприятиях, спортивных играх Дети Азии, Тигринном саммите, экономическом форуме. И о повседневной работе по благоустройству города, которую никто не отменял. Сейчас самый разгар строительного сезона, поэтому дороги, ливневки, благоустройство, это прямо вот все здесь, сейчас. Ну а помимо этих объектов еще и социальная инфраструктура. Мы завершаем, вот один детский сад завершили уже в этом году, в ближайшие несколько недель. Второй детский сад, через несколько дней будем вручать ключи новоселам на Глинке 26, это переселение из аварийного жилья и детям-сиротам. Поэтому очень активное время сейчас отдыхать и особо праздновать. Времени нет, надо работать. Год назад Константин Шестаков вступил в должность мэра города Владивостока. Я здесь родился, я его принимаю таким, какой он есть, он безусловно прекрасный. Для меня это вот по-настоящему лучший город Земли, нет другого такого. Это мой любимый город, но я точно знаю его проблемы, поэтому у меня не было времени на какие-то дополнительные раздумья или рефлексию. Но мне нужно было сразу включаться в работу, поэтому первые шаги по формированию команды, вторые по тактическому плану, а дальше стратегии и работа, работа, работа. Без сомнения сделать столицу Дальнего Востока более комфортной и привлекательной, центром международных культурных и образовательных инициатив в наших силах. Константин Владимирович поделился мечтой с детства, которая вполне осуществима. На вопрос, что бы вы хотели вернуть из своего детства в город, мэр Приморской столицы ответил так. У меня в голове там есть однозначный ответ. Я очень хочу вернуть полноценный парк имени Сергея Лазова. У меня с этим связано там личных очень много воспоминаний. Воспоминания детства. Я хочу, чтобы это был полноценный, интересный парк для прогулок семейных, потому что локация очень удачная, чудесное море. Как бы возможности выйти из автобусной остановки, из железнодорожной станции. Ну вот сколько там, 7 метров до входа. Ну вот именно об этом. То есть мое личное детство было связано с этой площадкой. Конечно, хотелось бы, чтобы она была реализована. Но что мне глубоко симпатично, что без каких-то дополнительных административных шагов жители города Владивостока в массе своей проголосовали за эту площадку как одну из лучших или нуждающихся в улучшении самостоятельно. Поэтому, видимо, какая-то связь между нами всеми точно есть. 2 июля день рождения любимого города. Какие запланированные мероприятия рассказал мэр? Много площадок. Я уже рассказал о том, что на Охлёстышево это будет еще одна площадка. И нам бы хотелось часть жителей нашего города пригласить именно туда. Приглашаем, безусловно, всех. Но понимаем, что и на площади будет интересно, и будет интересное мероприятие в формате пикника. Поэтому город должен быть задействован в праздновании весь. Конечно, мы на территории районов несколько локаций будем задействовать. Но все самое интересное будет, конечно же, на площади. Все самое интересное будет на Охлёстыш. Вот такие две точки для празднования нашего общего праздника. Мы постарались, чтобы было любопытно. Чтобы все традиционные пожелания, которые есть, хороший фейерверк. Чтобы были ребята, которые представляют собой все лучшее, что было в музыкальном плане у Владивостока или Приморского края, тоже было. Мы пригласили там Марлинов, мне кажется, это вот там про Владивосток. У них есть чудесные песни, в том числе на эту тему. Когда нет моря снаружи, всегда есть море внутри. Это да, у меня постоянно в голове тоже крутится. Ну, это же правда. Это прямо про Владивосток. Мы хотели пригласить вот ровно таких ребят. И слава богу, что они будут создавать настроение. Основная задача, которую мы преследовали, конечно, поздравить любимый город. Это первое, но и второе, сделать еще один счастливый день в городе Владивостоке. Вот только об этом. Пусть еще одним счастливым днем в городе будет больше. Это важно. Олег Завьялов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.